Рваные раны, сложные переломы передней конечности, повреждения задней, травмы, с которыми был обнаружен полугодовалый тигренок в лесном массиве. Сотрудники охотнодзора оперативно доставили юного хищника в Центр реабилитации тигров и других редких животных для оказания экстренной ветеринарной помощи. Были проведены исследования, в ходе которых удалось убедиться, что это не огнестрельное ранение. Была проведена помощь по ушивке поверхностных ран, отдали тигренку антибиотики, чтобы как-то ему помочь бороться с воспалениями. Но тигренку требовалась сложная операция. Поставить хищника на ноги взялись хирурги-травматологи Владивостокской клинической больницы номер 2 Никита Верещак и Андрей Продан. Несмотря на отсутствие опыта работы с тиграми, совместными усилиями они не только предотвратили ампутацию лапы, но и впервые в мире для диких животных восстановили ее двигательную функцию. Качество кости остается таким же, как и у человека. Принципы фиксации при переломах одинаковые. Также используются металлоконструкции различного рода. Что касается анатомии, безусловно, приходилось читать, познавать, поднимать литературу. После этого мы были готовы к операции. Называется предоперационное планирование. Операция длилась 4,5 часа. Спустя некоторое время хирурги вернулись в Центр реабилитации тигров и провели повторную процедуру. Убрали временные спицы из лапы хищника. Из-за быстрой регенерации ткани, а также оставшихся в лапе металлических пластин, тигренка назвали росомаха. Вот поэтому. Операция проведена была достаточно профессионально, успешно. Врачи, используя предыдущий наш опыт, те наработки, которые были, к сожалению, в предыдущих неудачных случаях, правильно разместили пластины, спицы. И тем самым они, даже то, что тигренок потом эту конечность погружал, он не нарушил надежность конструкции, и поэтому у него произошло правильное сокращение хостей. Одновременно с оказанием помощи животному специалисты охотничьего надзора и Центроморский тигр провели исследование и пришли к выводу, что юный хищник пострадал от другого крупного тигра. Сейчас росомаха благополучно проходит реабилитацию, уже опирается на прооперированную лапу и даже может преодолевать небольшие препятствия. Его спасители мечтают о том, что рано или поздно все же смогут выпустить своего подопечного на волю. Алина Черненко, Денис Фадеев. Новости на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok